приветствую всех на канале есть поесть и в преддверии новогодних праздников предлагаю сразу несколько закусок на основе блинов все они очень разные но при этом делаются просто из доступных продуктов выглядят эффектно и очень украсят любой праздничный стол начинки вы можете придумать сами можете воспользоваться моими вариантами примерный список ингредиентов смотрите под описанием к видео итак первый рецепт свекольные блинчики с творожно-ореховой начинкой свеклу нарезаю кубиками я беру сырую можно взять и вареную тогда вкус будет немного другой не такой ярко выраженный добавляю сюда же соль черный перец яйцо примерно половину порции молока при помощи погружного блендера довожу до однородности добавляю всю муку и при помощи того же погружного блендера размешаю выливаю оставшееся молоко растительное масло и размешиваю смазываю сковороду растительным маслом перед каждым блинчиком она должна быть хорошо разогрета распределяю тесто не стараюсь сделать блинчики слишком тонкими жарю с одной стороны затем переворачиваю и с другой при этом не нужно забывать размешивать тесто перед каждым блином у меня получается девять штук диаметром примерно 20 сантиметров и лицевой у меня будет вот это вторая сторона для начинки беру обычный незернистый творог кирпичиком добавляю тертый чеснок предварительно обжаренные и перемолотые грецкие орехи и сметану количество сметаны зависит от степени влажности творога по вкусу можете добавить сюда соль и специи выкладываю немного начинки на блин распределяю ровным слоем и сворачиваю рулетиком такие блинчики можно приготовить заранее обмотать их пленкой убрать в холодильник и порезать непосредственно перед подачей я режу на три части но можно это сделать как угодно например порезать просто кружочками и сделать канапе я так подаю печеночные блинчики досмотрите до конца следующая простая но очень эффектная закуска с красной икрой не буду подробно останавливаться на тесте его я делаю самое простое на кефире посмотрите в ингредиентах блинчики не нужно делать сильно тонкими для начинки 3 вареных яйца тру на крупной терке а также на мелкой терке тру обычный твердый сыр добавляю резаную зелень солю кладу домашний майонез можно взять сметану по желанию добавьте тертый чеснок распределяю по блинчику немного начинки и сворачиваю следующим образом сначала подгибаю противоположные края к середине а затем скручиваю рулетиком слегка вдавливаю по бокам чтобы получились небольшие углубления разрезаю блинчики напополам и ставлю вертикально каждую часть срезом вниз в каждое углубление кладу красную икру с горочкой скажу вам по секрету я беру имитированную ее сейчас научились сделать так что не отличишь от настоящей и по вкусу и даже лопается она во рту точно также украшаю веточками укропа но вот такая классная и аппетитная получается закуска следующий вариант условно с блинами так как тесто здесь совсем мало к яйцу добавляю соль сахар разбалтываю вливаю половину молока высыпаю муку и размешиваю по сути это самое обычное тесто на молоке можно сделать и на кефире добавляю растительное масло оставшееся молоко и еще раз хорошенько размешаю беру любую небольшую пластиковую бутылку в крышке раскаленным тонким ножом делаю два маленьких отверстия можно сделать и одно переливаю тесто через воронку и закручиваю крышку смазываю сковороду растительным маслом она должна быть горячей и в произвольном порядке распределяю тесто из бутылки жарю с одной стороны затем аккуратно переворачиваю и жарю с другой сделаю начинку для которой мелко режу крабовые палочки можно потереть на крупной терке измельчаю зелень и немного зеленого лука вареные яйца тру на крупной терке и мелкими кубиками режу огурец солю кладу сметану и немного горчицы если вы берете майонез горчицу добавлять не нужно далее понадобится листья любого салата или пекинской капусты когда я беру капусту я убираю вот эти утолщения ножом кладу немного салата в листик и сворачиваю трубочкой в свою очередь каждую трубочку аккуратно заворачиваю в ажурный блинчик очередная закуска готова кстати в качестве начинки вы можете сюда использовать абсолютно любой салат и следующая закуска канапе из печеночных блинчиков с начинкой и соленым огурцом куриную печень мою и складываю ее в чашу измельчителя подойдет любая печень кладу соль черный перец яйцо чеснок по вкусу и измельчаю до полной однородности так как у меня чаша мелкая продолжу в миске добавляю муку если у вас крупная можно делать в ней же после того как размешала добавляю молоко и еще раз размешиваю смазываю сковороду маслом распределяю тесто и выпекаю блинчик на умеренном огне до готовности с одной стороны затем переворачиваю и с другой стороны таким образом жарю все блины смазывая сковороду маслом перед каждым для начинки обжариваю на растительном масле резанный лук добавляю тертую морковь и обжариваю все вместе до готовности даю остыть отправляю в чашу измельчителя добавляю чеснок соль и специи кладу жидкий плавленый сыр его можно заменить творожным и довожу до однородного состояния отмечу что у меня получилось 7 блинчиков диаметром 20 сантиметров и лицевой стороной у меня будет первая тонким слоем распределяю начинку и сворачиваю рулетиком затем накрываю пленкой и убираю ненадолго в холодильник чтобы сыр застыл далее отрезаю у каждой трубочки края я их не использую для сервировки и нарезаю каждый раз протирая нож салфеткой далее беру маринованные огурцы нарезанные кружочками нанизываю на шпажку и следом накалываю печеночный рулетик таким образом делаю все канапе и выставляю их на блюдо украшать можно по своему желанию также можно порезать печеночные рулеты не наискось а просто кружочками края я также не использую если вы не планируете делать канапе рулеты можно порезать также как в случае со свекольными блинчиками друзья если вам понравились эти рецепты не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях какая из закусок вам понравилось больше всего и вы бы захотели ее повторить но я думаю что ни одна из этих закусок не затеряется на вашем праздничном столе ведь они все довольно яркие и эффектные смотрите на моем канале и другие рецепты не менее оригинальных и вкусных закусок а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео